Ну что ж, друзья, вы думали, это все шутки и предположения? Зачем США ополчились против самокастодиальных криптокошельков и анонимных криптовалют? Почему в Евросоюзе уже показали новый закон о биткоине, криптовалюте и анонимных криптотранзакциях? По какой причине в Госдуме Российской Федерации предложили запретить оборот криптовалюты в стране, но при этом оставить поле деятельности для любых правительственных и банковских криптовалютных проектов? Все, о чем я предупреждал на этом канале, многие годы начинает воплощаться в жизнь. Клиентов банков арестовывают всего лишь за то, что они требуют обналичить свои же деньги. Главные банки мира говорят, что, цитата, «Мы хотим безналичное общество и хотим его прямо сейчас». Так что нам нужно готовиться к изменениям, а они произойдут очень быстро. Потому что, как только появится цифровая валюта Центрального банка, цифра евро, цифра доллар, рубль, гривна и так далее, их тирания станет хуже, чем когда-либо. Они вводят новые антиутопические законы. А что делают люди? Молчат. Я не буду молчать. И сейчас я покажу тебе факты, данные и новости, о которых тебе стоит знать. Не забудь передать за проезд. Он стоит один лайк коин. Передал? Спасибо большое. Итак, начнем с выступления исполнительного директора Bank of America. Послушайте, что он говорит. То, как работают деньги, стремительно меняется. И снижение стоимости обслуживания системы является нашей первостепенной задачей. Мы упорно снижаем эту стоимость, потому что хотим стать безналичным обществом. Чеки и наличные деньги обходятся нам в 5 миллиардов долларов. Вы хотите сделать общество безналичным? Мы движемся к этому быстрее. И мы выигрываем от этого больше, чем кто-либо другой, с точки зрения чисто операционных затрат. Вы это слышали? Генеральный директор Bank of America, одного из крупнейших банков, заявляет, что они вкладывают огромные деньги в развитие безналичного общества. Поймите, это больше не спекуляция на ютубе, это не теория заговора в интернете. Нет, это уже реальная жизнь. И это происходит прямо сейчас. А теперь я покажу вам действительно шокирующий ролик, в котором клиент хочет снять свои деньги, но банк обращается с ним так, как будто он преступник. Это очень распространенное дело, когда люди хотят купить или продать автомобиль и хотят получить за это наличные, так как рынок автомобилей полон мошенников. Этот человек просит снять свои же 3 тысячи долларов наличными, чтобы купить машину. Даже не 10 тысяч, а всего лишь 3. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мне нужно, чтобы вы дали банковский счет. Или же, если вы собираетесь получить наличные, мне нужен документ о покупке автомобиля. Зачем? Это всего лишь для покупки автомобиля наличными, я не могу использовать банк. Вы покупаете у частного лица? Да, буквально у своего друга. У вашего друга? Да, но он хочет, чтобы я заплатил наличными. Вы можете дать мне какие-то подтверждения этого? Нет, не могу. Зачем это? Братан, я прошу только 3 тысячи долларов. Что происходит? Это мои деньги. Мне же разрешено выводить деньги со своего счета. Вы сказали, что максимальный вывод до 3 тысяч долларов в день. Вы же неоднократно упоминали об этом. Да, но не сегодня. Почему не сегодня? Почему я должен предоставлять какие-то доказательства для снятия личных денег? Это что такое вообще? Зачем это? Мне нужны мои наличные для покупки автомобиля, и я буду сидеть тут, пока не получу свои деньги. Хорошо, нужно позвать менеджера, чтобы он поговорил с этим парнем. Итак, вы видите, что она уже сказала ему, что он может снимать до 3 тысяч долларов в день. Но теперь, когда он приехал в отделение банка, чтобы снять эти деньги, она говорит, не сегодня, позовите менеджера. Банк просит какие-то доказательства того, что он собирается с этими деньгами делать. Банк фактически уже относится к нему как к преступнику. И это уже происходит по всему миру, в Канаде, в Европе, в Австралии. Человек в банке отказывается выдавать ему наличные, и дело доходит до того, что если он не уйдет, они вызовут полицию. А это глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Кто-то позвонил ей по поводу цифрового евро, который они собираются запустить. И я был потрясен тем, как открыто она об этом говорила. Она сказала, что если вы начнете использовать наличные на тысячу евро и больше, то получите отметку рядом со своим именем. Что-то вроде черной метки у пиратов. А затем вы можете быть оштрафованы и даже арестованы. Посмотрите на этот ролик. И снова, это не спекуляция. Это не просто слухи, это происходит сейчас, со всеми нами, по всей планете. Неважно откуда вы, из России, США или Европы, абсолютно неважно. Их действия везде одинаковые. Проблема в том, что они не хотят, чтобы их контролировали. Да, но знаете что? Сейчас у нас в Европе есть порог тысячу евро. Если платеж больше, то вы не сможете платить наличными. Если вы это сделаете, вы окажетесь на сером рынке. Вы рискуете тем, что вас могут поймать и отправить в тюрьму. Но теперь это становится еще более экстремальным. Помнишь эти ограничения платежей? Они начинались с 10 тысяч евро. Вот как они это делают. Сначала ограничения 10 тысяч евро. И люди говорят, о, это много, ничего страшного, меня это не коснется. Но спустя время это уже 5 тысяч евро. Затем 3 тысячи евро. И, наконец, тысяча евро. А затем даже использование наличных станет незаконной деятельностью. И люди с этим тоже будут мириться. Вот оно, постепенное переформатирование общества и финансовой системы. Системы, в которой вы получите черную метку. Вас оштрафуют и, возможно, посадят в тюрьму только за использование наличных денег. Это абсолютное безумие. И еще безумнее то, как быстро это произошло. Мы уже пару лет говорим об этом на этом канале. Но это происходит сейчас и гораздо быстрее, чем я ожидал. Так что на вашем месте я бы снял все наличные с банка. Опять же, это не финансовый совет. Но вы знаете меня. Я не чувствую себя в безопасности, если храню свои деньги в банке. Я думаю, это еще одна причина, почему золото достигает рекордных максимумов. Потому что люди знают. Кто-то скажет, что это Китай рекордно скупает золото и будет прав. Но те, кто в курсе, что цифровые валюты центральных банков на подходе тоже покупают золото. Люди знают, что скоро наступит очень-очень антиутопическая ситуация с наличными деньгами. И поэтому они забирают их из банков и меняют их на золото. И, возможно, на биткоин. Мы видим все больше банковских крахов. Еще один банк в США рухнул в эти выходные, и люди запасаются золотом. А еще один крупнейший калифорнийский банк предпочел вскрыть отчеты о своих доходах за первый квартал 2024-го. Здесь подозрительно то, что вот этот крах был практически рукотворным. Ведь ФРС США еще в прошлом месяце полностью отказалась от программы экстренного финансирования банков. То есть от поддержки банков от коллапсов. И спустя месяц после этого мы видим коллапс не самого маленького банка в США. Это очень подозрительно. По данным FDIC США подготовилась к потенциальному банкротству крупного банка на Уолл-стрит. Откуда они знают об этом банкротстве? Возможно, они сами же его и готовят. Чтобы понять будущее, достаточно посмотреть в прошлое. Здесь показано сравнение доходности облигаций в 1970-х годах и 2024-м. И мы видим поразительное сходство. Но сегодняшние проблемы гораздо серьезнее. Конец финансовой системы очень возможен. Тренд доходности не остановится, пока что-то не сломается. Вся банковская модель сейчас работает на банкротстве, поручая своим клиентам продолжать выплачивать долги. Проценты по облигациям сделают это намного сложнее. Зреет пузырь на квадриллионы долларов. И здесь самое важное. Конец финансовой системы. Может быть, они его специально готовят для запуска цифровых валют центральных банков. Теперь вы понимаете, почему банки хотят безналичное общество. Почему клиент, который просто желает снять собственные деньги, в их глазах преступник. И как после этого звучат следующие новости, совершенно в другом свете, не так ли? Евросоюз запретит криптовалютные миксеры, заставит криптовалютные компании следить за пользователями, нанося удар по анонимности DeFi. Кроме этого, Евросоюз ополчился против криптокошельков, что позволяет пользователям самостоятельно хранить криптовалюты. А также Евросоюз ополчился против анонимных криптовалют, таких как Dash и Monero. Также пользователи криптовалют должны попасть под усиленную и комплексную проверку на территории Евросоюза. Вслед за Евросоюзом спешат и Соединенные Штаты. ФБР предостерег американцев от криптовалютных услуг, не требующих процедуры, зная своего клиента. Похоже, это уже угроза для криптокошельков без KYC, например, таких как Metamask. И мы уже видим, что SEC атакует Metamask подает в суд на ее материнскую компанию за то, что Metamask, по их мнению, является нелегальным брокером-дилером. Сама компания, кстати, в свою очередь, не собирается потакать регулятору и тоже подает в суд уже на SEC. Однако это мелочи жизни, ведь на фоне всего этого SWIFT запускает пилотную платформу для цифровой валюты Центрального банка, а Нью-Йоркская ФРС и ряд крупных банков, таких как Citigroup, HSBC, Wells Fargo и других, участвуют в пилотном тесте цифрового доллара. И, наконец, Россия. В Думе предложили запретить организацию обращения криптовалют с 1 сентября 2024 года. Под запрет должны попасть даже биржи. Также предлагается запретить рекламу криптовалют и всего, что связано с организацией выпуска и обращения токенов и монет на территории Российской Федерации. Пока это только предложение, и официальные лица уже спешат успокоить граждан, что оборот не будет запрещаться. Но это мне напоминает историю с ограничением наличных платежей сначала 10 тысячами евро, а теперь уже никто не возмущается, что ограничение составляет только 1000 евро. Также хочу отметить эту интересную фразу. Депутаты Госдумы предлагают с 1 сентября 2024 года запретить организацию обращения криптовалюты в России, но при этом сделав исключение для майнеров и тестовых проектов Центрального банка. Тестовые криптовалютные проекты Центрального банка России. Что это вообще такое? Во-первых, это может быть стейблкоин, который разрабатывается для международных расчетов в рамках блока BRICS. И это происходит на фоне того, что Венесуэла переходит на криптовалюту для продаж нефти, чтобы обойти санкции США. Но это не самое главное. Второе, и что по моему скромному мнению является задачей гораздо важнее, это цифровой рубль. Вот и тестовый проект ЦБРФ. Это цифровая валюта Центрального банка. Цифровой рубль. Банк России будет имитировать цифровой рубль. РАС и Сбербанк, Тинькофф и еще 15 российских банков подключатся к пилотному проекту цифрового рубля. Очень похоже на историю цифровым долларом, да? Только названия банков другие. Вместо ФРС США ЦБРФ, вместо Вэлсфарга Тинькофф и так далее. Очнитесь, пожалуйста, люди. Эндрю Тейт говорит, что нет другого выхода, кроме биткоина. Доллары испортились, недвижимость и многие другие инвестиции, они отнимут, если вы не подчинитесь их тирании. А тирания станет хуже, чем когда-либо остается только биткоин. Другого варианта нет. И я думаю, что, вероятно, в следующем году, может, чуть позже, начнется время массового внедрения цифровых валют ЦБ, а затем будет запрет наличных и гонение против неправительственных криптовалют и блокчейнов. Вы думаете, вот эти все заголовки, это просто так? Попугать рынок, чтобы биткоин еще некоторое время не смог пробить эти 70 тысяч долларов? Нет, это не манипуляция, это что-то большее. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok